Я сам как бы электрик, я знаю, что счетчик, ну вот я меняю, бывает это, 600 рублей стоит, установка 300 рублей стоит, потом звонишь в энергосбыт, в МПП ЖКХ, там телефоны есть, я уже не помню их, все они приходят, опломбируют, как бы это все, цену я примерно знаю. Когда мне мать сказала, что стоимость счетчика 2600, вот тут даже можно посмотреть, он вообще неправильно составлен, обычно составляется как, электросчетчик, цена его, потом стоимость работ, цена, тут просто стоимость электросчетчика 2600 изначально. Фирма зарегистрирована как бы в Оренбурге, а счет получателя, город Калуга вообще. Я как бы все это время звонил в эту контору, дозвониться не мог, вот сейчас я на данный момент дозвонился, мне сказали, стоимость этого электросчетчика 2600. Я говорю, а как вы такую цену определили? У нас есть генеральный директор, он определил сумму, не установки счетчика, а саму сумму электросчетчика 2600. Я, говорит, эти вопросы не решаю. Вот и все. Я обратился сначала в МПП ЖКХ, они говорят, вас просто развели на деньги. Поехал в энергосбыт, говорю, а что нам делать? Говорит, не вы первые, говорит. Говорит, ну, скопировали все документы, все это, мы, говорит, сообщим свою службу безопасности, будем разбираться. Я говорю, а вообще они имеют право ставить счетчики? Говорит, у меня на это информации нет. Как бы они тут вообще не фигурируют. Фигурируют МПП ЖКХ, они приходят устанавливать, паломбируют счетчики. Ваш счетчик, который у вас был установлен? Он до 2021 года, действительно. У него срок службы 17 лет, он 2 класса точности, на нем прям цифры есть, 2 класса точности. Они на 16 лет рассчитаны, в 2005 году он установлен, до 2021 года он действительно. Еще бы как бы он, ну, сколько там получается, 3-4 года бы он работал еще спокойно. Ну и в любом случае, если бы даже его и пришлось менять, то обошлось бы и продать дешевле. Конечно, это 600 рублей. И все, просто я сам бы его и поставил, электрики пришли бы, ну, МПП ЖКХ, опломбировали, все. В правоохранительные органы вы тоже, да, обращались, что они вам ответили? Как вы с какой-то ситуации? Ну, они сказали, мы можем принять заявление, но по факту чего? Я говорю, ну, как бы мошенничество. А какое вы мошенничество-то видите? Говорит, вам же счетчик установили, вас же они обманули. Я говорю, ну, цена-то не суразная, там вообще на порядок выше. Говорит, ну, надо правильно сформулировать. Мы в юридических вопросах как бы не специалисты, мы не знаем, как это правильно сформулировать. Как правильно заявление написать? Я не знаю.